опа бонзай и мы начинаем или продолжаем следующую запись видео с нашего тренинга по мануальному массаже иммунальной терапии и сейчас мы перейдем к работе с поясницей что с ней можно сделать ну прежде всего как я вам говорил на местах дилордоз мы используем скручивающие ротационные движения в основном и покажем несколько способов как это делается поворачивайся ко мне лицом на бочок укладывается автоматически так лег на нога как это так вот как обычно все делают нога на ногу лежит до согнута по 90 градусов бедро до относительно тела руки и голова свободно лежат на столе мы заходим с этой стороны упираемся в плечо чтобы нога закрепилась некоторые чем так вот и придерживают и упираемся вот в эту косточку гребень подвздошной кости своей косточкой локтя мы за нее как будут зацепились и соответственно на себя раскрутили раскрутили и произвели мобилизационный толчок скручиваем соответственно вот так вот и немножко стараемся по диагонали чтобы все равно было где компрессия чтобы усилить эту формулу иногда рекомендую свесить ногу побольше и опять это крестцово-позвоночник но в цели наши позвоночник тоже прощелкать скручивание да то есть они позвонки вот в эту сторону раскручиваются один за собой тянет другой последовательно давить вот сюда бывают болезненно если прямо в кость давить его подмышленную впадину поэтому старайтесь всей плоскостью руки давить на всю грудную клетку потому что нам сейчас важна именно поясница крепко закрепляем а мы нажимаем и здесь и там или там только держим одновременно и туда накручиваем опять же в этом принципе то есть вот мы растянули да это получается за счет тоже надо свесилась уже идет натяжка да это вот вытягивание тракция потом вот раскачивание нашли до преднапряжение и только после этого щелчок некоторые делают вот на бедро слабее то есть не на гребень подложен кости да следующий прием усиливающий это когда мы можем забраться сверху покажу у нас получается движение за счет наших грудных мышц гораздо сильнее опять грудную мышцу здесь убираем сюда здесь в тазовую кости и друг против друга разводим на толчок следующий прием еще усиливаем эту формулу надо подойти к человеку сзади но мы его развернем разворачивайте лицом да соответственно все приемы делаются через ткань либо простым как у нас полотенчика дальше ваши руки не соскользнули опять соблюдаем прямой угол бедра с корпусом да здесь нам нужно эту руку нижнюю вытащить сюда чуть-чуть придерживая свою ногу голова лежит сзади вот эта нога прямая зацепиться за стол держится если не зацепляешься чуть выше по голове держишься здесь чтобы усилить еще разворот лучше повернуть голову назад и добавить функциональный блок это вот такую максимально доцепиваются голова поворачиваться чтобы провести еще больше можно усилить движением глаз в ту же сторону еще побольше поэтому да смотри глазами туда чтобы туда смотреть какой-нибудь поставьте предмет на что конкретно когда зрение а еще лучше вот я делаю так шутку сажим кулак поставь себе лайк и смотри на свой собственный палец наша рука его за всю грудную клетку берет как ремень безопасности машины да эта рука опять упирается в тазовые кости и мощность придается за счет того что он упирается нам живот и мы своим корпусом будем такой плачок совершать из потери под него растянули максимально вот раскачали дошли до преднапряжения и потом и произвели манипуляцию как правило или 5 и 4 и 3 вот могут прохрустеть но чтобы верхние позвонки например 1 и 2 до 12 до 11 там даже то лучше стороне позу какую-то лучше ногу сделать чуть побольше чем 90 градусов и двигаемся уже на растяжение в бедро наше движение не в таз бедро если не получается то можно так руку согнуть и довернуть его своему тем еще больше с одновременно и сюда движение и сюда две стороны теперь если у человека сколиоз что можно сделать разворачиваться опять на тот бок лицом к лесу фактически мы это все в одну сторону сейчас крутим да пока даже когда он переворачивался да равно поскольку стол не обходил получается что и на две стороны уже сделал значит повернув таким человека так берем его за таз и поднимаем позвонки к себе видите то есть я растягиваю растягиваю локтями верхнюю часть до позвонки из-за колеса сюда ушел до разворотации позвонков не стоит поднимаю и на себя подталкиваю дошли до грудного отдела по-моему до 11 до 10 примерно был щелчок да чтобы проверить чтобы проверить продегностировать позвонки можно попереться его коленом к себе в живот приподняли ногу и движение ноги прощупываем пальцами мы осуществляем такой некий контроль проверочка где что работает по сути это уже и массаж и легкая такая мануальная правка начинаю понимать куда нам нужно воздействовать теперь если у нас сколиоз ушел вот в эту сторону до позвонки ратирован вверх тогда мы поднимаем обе ноги грудите не вот так по 90 градусов поднимаем ноги и смотрите по полис по схеме то есть нам надо с противовой стороны растянуть до этого поднимаем вверх оттягиваем верхнюю часть теперь нужно растянуть внизу посмотрите как таз сразу вернулся внизу отсюда будем продавливать ну как кому удобно можно большим пальцем да можно теннером опять вот движение создаем дошли до напряжение после этого одновременно и толчок все режим отдыхаем но вот прием который мы будем отрабатывать на живой натуре на пояснице да если вы настолько смотрится по видео там не очень жаль по виду всему не научитесь там все более много нюансов уходит мимо а мы здесь на практике сейчас все поймем все отработаем так что вы не теряйтесь подписывайтесь на наш канал приходится на тренинги к олегу алафу гудвину он вас ему научит